О месте для селфи. Мы сейчас находимся на локации, которая уже в этом году станет еще одним туристическим магнитом города Харькова. О переезде из Днепра. И мне как-то стало внутренне легче от этого. Надеюсь, Харьков тоже меня принял. О сленге. Сейчас я напишу о жизни чиновника. О русском мире, картинах Репина и красивых харьковчанках. Хорошо, запишем себе это первым пунктом в Лакнат. На машине времени переместились. 28-й год. Лифт 1928 года. И куда он нас поднимет? До 4-го этажа. До 4-го, а дальше пойдем пешком, увидеть, где у нас будет. Это будет смотровая площадка. Антон Дыньгуб. 32 года. Закончил Днепропетровский национальный университет имени Олеся Гончара. Юрист, правозащитник, адвокат. Инициатор цикла правообразовательных лекций «Как приручить закон». Работал на ТВ. Был советником патронатной службы главы Харьковской обладминистрации Айны Кимчук. С февраля этого года назначен заместителем руководителя Харьковской областной государственной администрации. Антон, ну так высоко еще у нас не было ни одной записи телепрограмм. Ну, все бывает когда-то впервые. Это будет селфи-место, то знаменитое, которое вы обещаете открыть к 30-летию. Ну, мы сейчас находимся на локации, да, которая уже в этом году станет еще одним туристическим магнитом города Харькова. Это так мы между собой называем селфи-место или инста-место. Вот. Это смотровая площадка, которая располагается на крыше здания Госпрома. Планируется открытие действительно к 30-летию независимости Украины. Будет реставрирована сама смотровая площадка. Как это будет выглядеть? Покажите. Вот. Это сама смотровая площадка. Департамент культуры занимается тем сейчас, чтобы наполнить это еще пространство определенной смысловой нагрузкой. Еще сейчас решается вопрос с тем, что здесь расставить, развесить, там, историю Харькова или какие-то картины. Ну и сама смотровая, она присмотрится не только как просто селфи-место, а еще место, где можно будет проводить какие-то мероприятия. То есть, не знаю, лазерное, шоу. Это будет бесплатная смотровая площадка? Если брать практику других городов, какая-то символическая плата взымается за это. Нужен хотя бы какой-то символический бюджет, вход, билет. Плюс, если мы, понимаете, сделаем ее бесплатной и вообще откроем двери, мы можем столкнуться с тем, что здесь будут по вечерам собираться люди, которые там, словно говорят, не знаю, выпивают спиртные напитки. Поэтому, конечно же, нужна охрана, нужен человек, который здесь за этим следит и убирает. Харьков, показывайте. Я даже потихоньку уже даже изучаю историю Госпрома. Интересный факт, что его в 16-м году впервые подавали на внесение в перечень в реестр наследия ЮНЕСКО. Насколько я успел выяснить, для того, чтобы стать памятником ЮНЕСКО, нужна полная идентичность. Это хорошая мечта войти в реестр памятника ЮНЕСКО, но, к сожалению, из-за отсутствия идентичности она малоосуществима. В чем уникальность этого здания? Ты говоришь Госпром, у тебя в голове Харьков. Ты говоришь Харьков, у меня первая сюда была Госпром. Когда я сюда только приехал и увидел это здание, мне показалось, как такое вообще возможно было построить практически 100 лет назад. То есть это какой-то футуристический космический для того времени абсолютно. Поэтому для меня это здание остается уникальным. Мне оно нравится, оно мне приятно. Тут находится большинство тех структурных подразделений, которые находятся в орбите моего управления. Тут и моя цифровая трансформация сидит, и культура, и туризм, и внутренняя политика, и грамматика рада при обл. администрации. То есть очень много структурных подразделений и департамент жилищного хозяйства, они находятся именно в здании Госпрома. Сама администрация, правильно я показываю? Вот там, да? Да, да, да. Ну, давайте туда пойдем и продолжим разговор. Давайте. Антон, что в Харькове самое интересное для вас? Ну, знаете, я в Харькове с декабря, последние три месяца живу, это работа, работа, еще раз работа. Но я думаю, я буду потихоньку познавать Харьков и все его красоты. Вот, тем более сейчас, наконец-то, пришла весна, идет солнышко, работать уже не так сильно хочется. Вот до этой фразы это был такой классический ответ чиновника. Вот эта фраза немножко его разрушает, этот ответ. Ну, как бы я себя еще не ощущаю классическим чиновником, потому что в прошлом ваш коллега, где-то я еще скучаю за этими вещами. Вот. Ну, попадание в это здание, оно, конечно, изначально меня ввело в какое-то состояние небольшого шока. Вот. Просто начинается вот от этих вот огромных колонн, золотых табличек на кабинетах. Вот. Первое, что пришло в голову в этот момент, это же как вот ощущение, знаете, как церкви, храмы раньше строили, чтобы человек себя ощущал таким маленьким и незначительным. Ну, наверное, где-то по подобию строили такие здания государственной власти, чтобы казалось, что это такое маленькое и незначительное. Ну, конечно, 2014 год это перевернул все. Ну, тогда задача нерешаемая. Как в таком здании сделать человекоцентричность? Ну, это весьма сложная задача на самом деле, потому что то, что я увидел, то, с чем столкнулся, это весьма консервативная и такая традиционная система ценностей, которая существует внутри, начиная от приветствий, субординации, приемных и общения между людьми в коллективе. Это мешает? Человеку, который пришел из частного сектора, пожалуй, да, потому что хочется вести себя немножко не так, потому что ты не привык к этому, для тебя это непривычная зона общения. Вот, поэтому тут стоит задача, ты либо интегрируешься в эту систему, вот, либо она тебя переживет. Какой вариант выбрали вы? Я пока стараюсь балансировать, но те, кто считает, приходя из частного сектора, что госсектор – это реализация быстрых решений, весьма разочаруется. Тут никогда невозможна реализация быстрых решений. То, с чем я столкнулся, я вижу, что быстрые решения, их можно принять, но период их реализации зависит от многих факторов, которые здесь существуют. Это центральные органы власти, это, условно говоря, там, сессия областного совета, потому что финансируют деятельность исполнительную и выделяются деньги на реализацию тех или иных проектов на сессиях областного совета. То есть депутаты рассматривают перераспределение бюджетов. В имени главы Харківской областной державной администрации Айни Тимчук, особенно из себя, я витаю вас, пана посолна Харківщина. Наш регион, он, он, очень интересный в развитии и сообществе с королевством Бельгии. Я уверен, что благодаря вашему личному визиту и личному сопротивлению наша сотрудничество будет увеличиваться новыми сделками и проектами. В свою очередь, Харківщина будет становиться ближе к Европе, а Европа – до Харківщина. Когда я только сюда приехал, я говорю, слушайте, ну мы же там строим очень много объектов большой строительки, там, что-то реконструируем, что-то строим, хорошо бы их было бы снимать коптером сверху. Вот, я говорю, и тут я узнаю, что коптера как бы у нас в департаменте массовой коммуникации его нет. Я говорю, нужен коптер. Мне где-то через неделю сказали, мы нашли деньги на коптер. Вот, еще через неделю я звоню, так а где коптер, вы же нашли деньги. И так нет, нужно же еще внести изменения в программу, потом выделить… Объявить тендер. Да, объявить тендер, выделить деньги, купить, ну то есть месяца через два будет. Ее надо ломать или ее надо адаптировать? Смотрите, я не вижу вариантов, чтобы ее сломать, потому что все равно, вот я пришел, да, у меня там три департамента. Во многих этих департаментах люди работают годами. Я сейчас чаще стараюсь оставаться выходные в Харькове, просто по той причине, что, знаете, чтобы здесь работать и жить, его нужно прочувствовать. Я когда сюда уезжал, я говорил все время, я любил говорить, что вот я там, Днепр, это тот город, который там течет у меня по крови. Где бы я ни был, когда я возвращаюсь, я чувствую, что я дома. Вот, и поэтому я стараюсь сейчас не уезжать на выходных в Днепр возвращаться, я остаюсь в Харькове просто, чтобы почувствовать этот город. Это место нужно любить, о нем нужно заботиться. И поэтому, да, я остаюсь на выходных часто сейчас здесь, вот, стараюсь гулять, да. Площадь видел, Держпром видел, даже заходил. Вот, еще успел посмотреть, сразу говорю, это сад Шевченко, меня, конечно, просто, ну, очень сильно впечатлил он. Ну, и, конечно же, парк Горького. Вот, дальше, ну, дальше, конечно, когда существуют выезды по области. В области был Богодухов, Лозовая, Дворечие, там, первый выезд был в Дворечие. Почему? Потому что у нас как раз в декабре возникли вопросы, связанные с выплатами материальной помощи Погорельцам, которые пожары лесные были в Харькове, если вы помните. Вот, и мы осуществили туда выезд, прямо на место, где собрали прямо у них в местном их посеку, ну, в Совете, в Ромаде, собрали людей-погорельцев, которые предъявляли свои материальные требования по тем или иным причинам, вот, и там, как бы, с ними... Страшно было выходить к людям? Нет, нет, я же прижил здесь уже, мне не страшно никогда было общаться с людьми. Мне единственное страшно, когда я начинаю анализировать свой рабочий день, у меня на сегодняшний день 34 рабочих чата. К каждому направлению необходимо уделить какое-то время. А когда у тебя 40% времени занимает еще протокольные мероприятия, это какие-то встречи. То есть, когда мне так назначили на должность, конечно, ряд людей, там, духовенство, общественные организации, иные люди, они захотели увидеться, познакомиться, вот. Какие-то там мероприятия, на которые приглашают, и ты не можешь не приехать, вот. Селекторы, слушание комитетов в онлайн и так далее. То есть, ну, оно съедает 40% рабочего времени. Я хочу к площади вернуться. Что там будет интересного? Ну, это же крупнейшая в Украине площадь, одна из крупнейших в Европе. Да, это крупнейшая. И это уникально. То есть, Харькову есть, что продать в туристическом плане. Харькову есть, что продать в плане патриотизма. Какие-то объекты, которыми может гордиться не только харьковчанин. 30-летие независимости Украины. Это будут какие-то знаковые объекты. Первый – это смотровая площадка на Дэшпроме. Проведены соответствующие тендеры и на реконструкцию, как бы, крыши, да, под смотровую площадку. И второй – там идет под лифт. Потому что его нужно сделать, чтобы он вписывался в историческое здание. И, соответственно, еще и поднимался, шахта поднималась до 12 этажа. Мы могли соблюсти требования инклюзивности. И второй объект – это флаг. Он планируется в 101 метр. Флаг будем строить на софинансировании с городом, с городским бюджетом. И заказчиком-то будет выступать город. Есть ли отличия при общении с людьми? С днепрянами, с киевлянами, с львовянами и с харьковчанами? Уже готов ответить на этот вопрос. То, что почувствовал здесь, существует очень сильный местный патриотизм. И люди в общении со мной часто употребляют фразу «я харьковчанин в третьем поколении», «я харьковчанин во втором поколении», «я харьковчанин в пятом поколении». То есть этот местный патриотизм, он существует. Я когда сюда приехал, мне очень прям пахло Россией. Вот вообще. Храмы, улочки. Вот мне так это напоминало какой-то русский городок. У меня аж это как-то немного коробило. Потом как-то все равно привыкся и, ну, не знаю, как вам сказать. Я себя словил на мысли. Я, наверное, первые полтора месяца говорил в Харькове. Ну, типа, когда я о чем-то объяснял, я же говорил, ну, там, у вас в Харькове. И я, наверное, где-то только в январе, вот я помню, в середине января, да, я употребил слово «а у нас». Я общался с депутатом городского совета, и мы там обсуждали определенные моменты. Он там говорит, там, как там вы насчет памятника Небесной сотни, может быть, софинансирование с области будет. Я говорю, ну, ты же понимаешь, что у нас там бюджет. И вот когда я употребил, говорю, у нас в Харькове, у нас, я сказал. То есть это вот прошло какой-то период, когда я начал говорить «у нас». Это такое тоже внутреннее, то, что я внутренне увидел, внутреннее ощущение. И мне как-то стало внутренне легче от этого. Ну, то есть я принял. Надеюсь, Харьков тоже меня принят. Табличка на входе в Харьковскую ада, она напоминает о событиях 2014 года. И, по-моему, это дает ответ на вопрос о патриотизме харьковчан. Да. Почему? Как бы для меня 2014 год важен. 2014 год показал идентичность. Каждый выбрал идентичность. Харьков выбрал свою идентичность, и он показал проукраинскую сторону. И это хорошо очень. Дальше, конечно, почему мы даже когда-то объявляли, я увидел флаг, я видел очень много фидбэков. Ну, я же читаю комментарии иногда, когда пишут. Да, зачем этот очередной флаг, там что-то еще. Вот. А я просто прекрасно понимаю, что нам нужен символизм. Нам нужны символы государственности. Нам нужно их показывать. Нам нужны свои национальные герои здесь, которые бы вели, которые бы вдохновляли. И если их нет, то, поверьте мне, вот этот вакуум определения идентичности, и вот другая сторона его очень сильно заполняет. На данный момент уже существуют два центра противодействия дезинформации. В Харькове в этом направлении будет какая-то работа вестись, с учетом того, что это приграничная зона? Смотрите, во-первых, областная госадминистрация не имеет никакого влияния фактически на медийный рынок. Нацрада, она может там, да, лишить лицензии, если там даже какой-то телеканал нарушает условия лицензийного договора. А областная администрация не имеет влияния. Программа, которую мы наразе будем принимать, это программа развития гражданского общества, которая тоже предпочитает как раз поддержку соответственных проектов. Команда «Днепрян» в Харькове. Или это преувеличено? Во-первых, это преувеличено. Во-вторых, все люди, которые пытаются поднять эту тему, я всегда говорю, ну, давайте мы не будем делиться, мы все-таки в одной стране живем, давайте мы будем смотреть на профессиональные качества и на уровень работы, который происходит, а не на то, откуда мы приехали. Ну, как бы я очень осторожно к этому отношусь. И у Днатор в своем первом брифинге, который она выходила, был четкий месседж на то, что я буду опираться на местные кадры. Я думаю, что Харьковские области достатнь своего потенциала у фахового. Ну, если потребуется, конечно, я буду привозить людей из других регионов. Вы отвечаете за цифровую трансформацию. Мы должны понимать, что сейчас у нас 56 громад. По-хорошему, то, что мы сейчас занимаемся, в каждой громаде необходимо хотя бы найти человека, который бы хоть как-нибудь немного курировал это направление. И у нас много вызовов здесь, потому что по последней статистике 73% социальной инфраструктуры в области, оно к высокоскоростному интернету не подключено. Если вы в область выйдете даже, то у вас сразу же даже связь... Это у вас непаханая целенадная. Да, связь на телефоне падает. Падает, да. То есть о какой цифровой трансформации можем говорить, мы должны хотя бы сейчас запустить это, чтобы в громадах был скоростной интернет. Это очень важно, потому что в Харькове очень много молодежи. Харьков традиционно город, вузы. Как в области? Осталась ли молодежь в области? И вот без того, о чем мы с вами говорим, без цифровой трансформации, я думаю, что молодежь невозможно будет там удержать. В Харькове огромный в этом направлении научный потенциал. Тут более двух тысяч или даже около трех тысяч айтишников и айти-компаний, которые работают в рамках Харькова, Харьковской области. То есть это направление здесь весьма развито. И научный потенциал, который можно было бы привлечь, он огромен. И поэтому что мы делаем? Мы встречаемся с тем же самым айти-кластером, юнит, какие-то сообщества. С меня уже, конечно, немного смеются. Я говорю, что вы можете сделать для области, желательно бесплатно. Ну, все понимают, что в городе это была другая ситуация, у них бюджет больше. Мне просто хотелось, на самом деле, сделать хотя бы не какие-то небольшие внедрения в сфере айти. Не знаю, там, в школах или где-то еще. Вот там, синит мы разговаривали, чтобы в школах сделать онлайн курсы программирования. Для того, чтобы даже просто депутатскому корпусу и всем тем, кто интересуется, показать, что это направление, оно тоже стоит того, что да, у нас есть дороги, которые делаются, их можно прийти пощупать. Есть там приемные отделения или амбулатории, которые строятся, фоки, их тоже можно прийти и пощупать, увидеть. А для многих кажется, что такое цифровая трансформация, что-то непонятное. И мне вот хотелось, почему я пытаюсь сейчас коммуницировать с рядом именно таких айти-сообществ, для того, чтобы я говорю, я хочу показать, что это можно потрогать, увидеть. И это всегда приятная история, это позитивная история. Космическая отрасль. Это же может быть тоже суперпозитивная история. Президент сделал акцент на развитии авиационной космической отрасли. Я знаю, что был проект, связанный с разработкой электрозаправок. Это местные умельцы сделали, которым интересовалась Тесла. Вот это да. То есть, что мы можем обобщить? О том, что у Харькова огромный научно- и промышленный потенциал, который может быть интересен внешнему рынку. Государство, в свою очередь, необходимо это поддерживать и коммуницировать с частным бизнесом для внедрения тех или иных технологий и какого-то конечного продукта. Харьковская область приняла в свое время очень много переселенцев. И второй аспект – это здесь много ветеранов. Как вы с этим справляетесь и что вы делаете? Посмотрите, у нас сейчас в середине марта было создано управление по делам ветеранов. Оно было создано распоряжением головы вода. Численность всего порядка 10 человек. В ближайшее время будет объявлен конкурс на начальника этого управления. И мы открыты для предложений от ветеранской спельноты и помощи, в первую очередь, ветеранскому сообществу в тех или иных направлениях, в которых необходимо. У нас есть так называемые военные поселения 19 века. Это здания, где жили и обучались военно еще в 19 веке. Они находятся в Чугуеве. Сейчас там часть из них законсервирована, часть отреставрирована. На сегодняшний день там располагается музей Репина. Но когда я туда приехал и увидел всю эту красоту, то в голове, в первую очередь, рисуется, как это можно использовать под определенные ивенты. Выставка картин, да, с удовольствием. Это красиво, свет, атмосферно. Но если поехать посмотреть эти штабы, то их можно еще использовать под огромное количество мероприятий. Там есть уникальные картины, все с соблюдением всех необходимых норм. Ну, Харьков вообще, он такой уникальный. Тут же есть даже, вы знаете, секс-музей, исторические музеи наши стеклянные, которые есть. Огромное количество музеев, картины, галереи. Поэтому, ну, времени пока, к сожалению, меня прям посетить все не будет. Но я планомерно, шаг за шагом буду это делать. Сегодня иду на премьеру спектакля, посвященный Гурченко. Вот. Когда хватает времени, да, я стараюсь какие-то культурные объекты посещать. Чего-то мне сейчас себя жалко стало. Не знаю, просто хочу еще раз вам это рассказать. Потому что, как мне однажды сказал один журналист, вас же никто не любит, кроме народа. Хорошо, у нас остались блицы. Чего вам не хватает в Харькове? Что пугает? Меня пугает в последнее время одно. То есть работа равна жизни. То есть, а жизнь равна работе. Конечно, мне не хватает здесь общения вне работы. Не хватает друзей, знакомств и так далее, которые бы позволили мне ощутить, что существует вообще жизнь вне этого здания. Когда это уже до какого-то пикового момента наступает, вот, да, я там сажусь в машину, уезжаю в Днепр, там немножко общаюсь с семьей и с близкими друзьями. Здесь этого не хватает. То есть здесь работа поглотила все. И когда даже у тебя появляется свободное время, ты все равно здесь один. Вы обратили внимание, что в Харькове очень много красивых девушек? Ну, да, обратил. Вы не женаты? Я не женат, да. Запишем себе это первым пунктом блокнот. Я думаю, нужно совмещать какие-то свои мечты и желания с работой. Если так получилось, планирую себе купить самокат в Киеве и на работу добираться на самокате. Велосипед? Велосипед тоже можно. Здесь велоинфраструктура достаточно развита. А вы вообще вот видите себя в будущем большим чиновником? В Киев хотите? Знаете, пока нет. Мы как-то обсуждали этот момент внутри ДАСС. Я спрашивал своих коллег, кем вы там себя видите через 10 лет? Или через 15 лет? Поэтому, когда мне задали этот вопрос, кем ты видишь себя через 10 лет? Я говорю, знаете, ну, пока, когда я нахожусь в режиме пожарника, а я по-другому это не назову, что в режиме пожарника, наверное, через 10 лет мне хочется уйти преподавать в университет, открыть свой маленький бар, днем преподавать, а вечером работать барменом. Ну, у всех были вот такие огромные круглые глаза. Книгу напишите? Я каждый раз себя сажусь писать и думать о том, что надо записывать эти эмоциональные ощущения, которые я прожил здесь с декабря. Я достаточно раньше был активным в соцсетях, сейчас у меня просто нет сил для этого. Но я где-то себе маленькие пометки делаю. Какие первые я ощущения ощутил, когда зашел сюда? Какие ощущения я ощутил, когда на эту дверь такую огромную повесили золотую табличку, доступной головы, да? Какие ощущения? Ну, просто спойлер. Ну, первое ощущение было, я хочу серебряного цвета, не люблю золотое. Главное, чтобы оно было серое лучше, а не золотое. Какие ощущения я испытываю от бюрократического общения, от сленга? Я прям себе сленг выписываю иногда раньше, иногда надо придумывать новый, свой вводить. Вот эти ощущения, я немножко маленькие себе заметки делаю, потому что на самом деле внутренний мир здесь, он достаточно интересный, но он непонятен будет внешней аудитории, если его правильно не подать. Я каждый раз себе думаю, все, сейчас я напишу о жизни чиновника. Я желаю вам создать бестселлер. Спасибо. Удачи, спасибо за интервью. Спасибо. 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 Спасибо.